Роман Мастер Маргарита 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 Это атеизм. Тема вторая – «Встреча на патриарших». Подробный анализ сцены встречи двух литераторов и Воланда. Мы посмотрели с вами, что такое писательский мир 30-х годов и побывали в Массолите. Очень подробно говорили о мастере его романе, о земной жизни мастера и в шестой теме о смысле финала. Очень долго и подробно говорили о Маргарите. И вот сегодня две темы «Москва и москвичей» и «Время действия». Когда мы приглашали вас на этот семинар, мы говорили, что гарантируем удивление, восхищение Булгаковым, естественно, может быть, возмущение какими-то неожиданными трактовками, но все эти трактовки основаны исключительно на авторском тексте. Это наш главный источник информации. И я надеюсь, что мы выполнили свое обещание, поэтому у меня к вам большая просьба. Вот это ссылки для отзывов. Я еще раз скину в чате. Я вначале чата разместила ссылки на отзыв о семинаре и о материалах. Если не трудно, напишите, пожалуйста. Ну а мы начинаем. Первый наш вопрос. Первый наш вопрос. Когда Воланд посетил Москву? Каково же время действия в романе? Я указываю, откуда я брала некоторую информацию, из каких книг, из какого сайта. Но здесь очень много информации моей. Начнем с маленького фрагмента романа. Это глава «Нехорошая квартира». И когда Степа видит огромнейшую сургучную печать на двери комнаты Берлиоза, Степа Лиходеев испытывает жуткий страх. Он понимает, что это печать. Вот это к вопросу о времени, о характеристике эпохи. То есть если появилась печать, значит Берлиоза арестовали. И Степа начинает вспоминать, что 24 апреля вечером тут же в столовой Степа имел какой-то разговор. Не то чтобы сомнительный, не пошел бы Степа на сомнительный разговор. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. И во время этого разговора Степа просил Михаила Александровича напечатать в журнале статью. Сейчас, конечно, Степа об этом жалеет, но нас этот эпизод интересует почему. 24 апреля вечером был этот разговор. Степа его очень хорошо помнит. То есть ясно, что после этого разговора прошло не так много времени. И вот посещение Воланда Москвы именно в начале мая доказывается степенными мыслями о своем разговоре с Берлиозом. Есть еще целый ряд доказательств, указывающих на то, что Воланд был в Москве именно на Страстной неделе от среды до субботы. Хронология московских событий очень подробна. Мы видим героев весенним вечером, в час небывало жаркого заката на Патриарших прудах. Но только в девятой главе читатель узнает, а в какой именно день недели появился в Москве Воланда его свита. Час небывало жаркого заката, какой день мы узнаем только позже. Нам Булгаков сообщит, что это вечер среды. И дальше события начинают развиваться. И мы понимаем, что мастер и Маргарита физически умирают на закате субботнего дня. И Воланд, почему свита Воланда говорит, закат, суббота, закат, солнце склоняется к закату. Нам пора в пасхальной Москве Воланд и его свита остаться, конечно же, не могут. И месяц в романе указан прямым текстом. Это май. И день недели, как я уже сказала, тоже указан. Можно посмотреть и по-другому. Мы знаем, то есть Булгаков очень хронологически точен. Мы знаем, что роман был дописан в августе. Был отдан редактору, который читал его две недели. Затем последовала публикация отрывка и разгромные статьи. В половине октября в окна мастера постучали. Он был арестован. И через три месяца, в половине января, сам по собственной воле оказался в клинике профессора. И как он сам говорит, я здесь уже четвертый месяц. То есть даже если считать так, мы понимаем, что действие происходит в мае. И Маргарита встречается с Азазелло ровно через год после своей встречи с мастером. То есть месяц известен, дни недели известны. Удастся ли вычислить год, в котором Волан со свитой прибыл в Москву? Да, вот несмотря на то, что числом бумага станет недействительной, как пишет Булгаков, но все-таки попробуем это число установить. Очень многие склоняются к тому, что время действия 29-й год. Что говорит за эту дату? Мы понимаем, что это страстная неделя. Мы понимаем, что в воскресенье будет Пасха. Пасха в мае, значит, тот период, период с 20-го по 40-й год, Пасха в мае была 4 раза. Нам подходит дата, да, вот воскресенье, 5-е мая 29-го года. Раз события начались в среду вечером, до пасхального воскресенья должно пройти 5 дней. Да, вот совпадение получается одно. Это 29-й год, да. 1-е мая нам не подходит, значит, только 5-е мая 29-го года. Вполне возможно, да, что литераторы увидели Воланда именно 1-го мая. И тогда объясняется первая странность этого майского вечера. Удивительное безлюдие на бульваре, да. Что делают люди 1-го мая в небывало жаркий вечер. Многие уезжают за город, кто-то идет отдыхать, кто-то идет гулять. И вот это застолье в ресторане может объясняться еще и праздником, празднованием 1-го мая. И вот это застолье. В голове он вспоминает вчерашнюю пьянку. На даче в Сходне и на дачу везли патефон в чемоданчике. И патефон в то время был огромной редкостью. И поехать на дачу с патефоном, это тоже может быть таким косвенным доказательством того, что у людей праздник. Вот он этот патефон. И Степа вспоминает, как поймали таксомотор с патефоном в чемоданчике. Это было на даче. Еще помнится, вы ли собаки от этого патефона. То есть вполне возможно, что это как раз все вот эти и Степина празднования, и празднования в ресторане. И вполне возможно, что это как раз было связано и с 1 мая. Есть еще одна булгаковская отсылка. Она, правда, осталась в ранней рукописи, в рукописи 1937 года. Когда Иван Бездомный предлагает отправить Канта года на три на Соловке, Воланд отвечает, что водрузить его в Соловке невозможно. По той причине, что он уже 125 лет находится в местах, гораздо более отдаленных от патриарших прудов, чем в Соловке. Но дальше очень просто. Если мы возьмем год смерти Канта и прибавим 125 лет, то тоже получим 1929 год. Но в окончательном тексте эти 125 лет булгаков заменил на слишком 100 лет. То есть прямого указания нет. Еще такое косвенное доказательство. Это был небывало жаркий майский закат. Небывало жаркий. Газеты именно 1 мая 1929 года писали, что это необычная для этого времени жара. Если внимательно посмотреть экранизацию мастера Маргариты, я имею в виду экранизацию Бортко, то можно заметить удивительные временные аномалии. Вот, например, Никанор Басой находит у себя в портфеле записку Степа. И на этой записке мы увидим четко дата 1934 год. Какого-то мая 1934 года. Вечером этого же дня Гелла, соблазняя советских женщин нарядами, нахваливает новинки сезона 1935 года. В этот же день. На зрителей в риетей летят червонцы. Червонцы очень странные. Почему странные? Потому что червонцы эти были выпущены в 1922 году и существовали только до 1925 года. Вот он крупный, этот червонец. Вот здесь год его выпуска. И позже... Что это такое? Дело в том, что вот эти червонцы, это червонцы с водяными знаками. После них... Правильно говорю? Да, это червонцы с водяными знаками. И после 1925 года уже выходили... Так, наверное, сейчас, секунду. Наоборот говорю, наверное, да. То есть вот что это? Невнимательность реквизитора или это замысел? Почему это может быть замысел? Мы сейчас поговорим. Но такая небрежность или нарочитая невнимательность году может быть именно для того, чтобы не дать возможность однозначно определить год, в котором Воланд посетил Москву. И это может быть и замыслом режиссера, и замыслом Булгакова, когда действие романа вот так вот размазано по целому десятилетию, а не прикреплено к какому-то определенному году. Но, тем не менее, мы с вами посмотрим сейчас на зацепки, временные зацепки исключительно из текста. Мы знаем, что Булгаков писал роман с 1928 по 1940 год. И мы попробуем найти в тексте вот эти исторически значимые детали. И сразу договариваемся, что все детали будут для нас равны одинаково, важны одинаково, что мы не будем какой-то детали отдавать предпочтение. И вот эту часть нашего семинара я назвала «Чертова дюжина подсказок из текста». Значит, первая подсказка. В тексте романа прямо говорится об извозчиках. Первыми заволновались лихачи, дежурившие у ворот Грибоедовского дома. Усатый худой лихач подлетел к первой раздетой. Помните, после того, как дамы, получившие наряды от Воланда, вдруг оказались раздетыми. Худой лихач подлетел к первой раздетой и с размаху осадил костлявую разбитую лошадь. А шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор. То есть в Москве еще вовсю пользуются услугами извозчиков. И это при том, что на протяжении 30-х годов их популярность падает. И они постепенно исчезают со столичных улиц. Вытесняют их автомобили, которые мы здесь тоже видим. И таким образом мы видим, что когда мы выстроим все детали, все вот эти зацепки временные из текста, мы будем предпочтение отдавать более раннему году, если говорить об извозчиках, потому что чем больше времени проходило, тем реже встречался на улицах Москвы извозчик. Вот они эти извозчики и автомобили, и лошади пока все вместе. Следующая зацепка – существование Соловецкого лагеря. Вот когда Иванушка говорит, что за такие доказательства Канта надо года на три на Соловке, мы должны понимать, что лагерь на Соловках – такой печально известный слон, аббревиатура. Соловецкий лагерь особого назначения. Этот лагерь существовал с 1923 по 1939 год. То есть уже для нас какие-то временные рамки. И находился этот лагерь на территории Соловецких островов. Лагерь – крупнейший исправительно-трудовой лагерь. За все время существования лагеря в нем умерло 7,5 тысяч человек. И только на 1933 голодный год приходится 3,5 тысячи. И по словам исследователя Соловецких лагерей Юрия Бродского, отношение к заключенным на Соловках было ужасным. Существовали разнообразные пытки и унижения. Заключенных заставляли перетаскивать камни или бревна с места на место, просто для того, чтобы поиздеваться, считать чай, громко кричать «Интернационал» по много часов подряд. И если заключенный останавливался, то двух-трех убивали, после чего люди стоя кричали, пока они начинали падать от изнеможения. Это могло проводиться ночью, на морозе. И если вы помните, за что собирается Иванушка отправить Канта на Соловки? Только за то, что он доказывает, что Бог есть. Вот такое место. Вот хочу немножко показать, потому что дети наши вряд ли представляют, как выглядел Соловецкий лагерь. Вот это сейчас вид сверху Соловецких островов. С территории Соловецкого лагеря во многие места страны привезли Соловецкие камни. Вот этот камень из Соловецкого лагеря установлен на Лубянской площади в Москве. Ну, понимаете, почему на Лубянской площади, напротив здания бывшего НКВД. Вот этот памятник стоит у меня в Петербурге на Троицкой площади. Это камень, который был свидетелем массового расстрела в Соловецком лагере. Вот так выглядели здания, в которых жили политические заключенные. И до 1925 года в этих зданиях жили политические заключенные. Потом этот скит превратился в обычное лагерное поселение. Ну, это сейчас такая красивая картинка. Еще одна историческая зацепка. Воланд говорит, мой глобус гораздо удобнее, тем более, что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан. Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Вот это определение, кусок земли, кусок, мы понимаем, что это не может быть континентом. И омываемый океаном бок тоже дает нам понять, что речь идет о полуострове. И тогда мы выходим на такое событие историческое, как война в Испании, которая была с 1936 по 1939 год. Мы потом соберем все эти исторические зацепки вместе и посмотрим, на какой же год мы выйдем. Исторический факт. Недавно расстрелян Генрих и Года. Этот факт обыгрывается в романе Булгакова. Как он обыгрывается? Маргарита встречает гостей на Балу. И Коровье говорит, а, это кто-то новенький. Он так первый раз у нас на нашем Балу. Кто-то новенький. Как-то раз Азазелла навестил его и за коньяком нашептал совет, как избавиться от одного человека, разоблачение которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом. Как его зовут? – спросила Маргарита. А, право, я сам еще не знаю. Надо спросить у Азазелла. А кто это с ним? А это тот самый исполнительный его подчиненный. Я восхищен, – прикричал Коровье в последнем двум. С точки зрения исторических фактов полная правда. Все участники Балау-Воланда имеют реальные прототипы. В 1938 году состоялся громкий судебный процесс. Одним из главных обвиняемых был Генрих Ягода. По материалам следствия Ягода опасался, что Яжов может разоблачить его участие в убийстве Кирова и приказал своему секретарю приготовить яд. Этим ядом были обрызганы стены кабинета Яжова. И Ягода был расстрелян в марте 1938 года. Когда Коровье говорит, что это новенький, мы понимаем, что он только расстрелян. Ягода официально носил титул первого инициатора, организатора и идейного руководителя социалистической индустрии Тайги и Севера. В честь его заслуг по организации лагерных строек был воздвигнут специальный памятник на последнем шлюзе Беломора Балтийского канала. Памятник этот выглядел как? В виде 30-метровой пятиконечной звезды, а внутри этой звезды, вот здесь внутри звезды, находился гигантский бронзовый бюст Ягоды. После его ареста эта звезда была взорвана вместе со скалой, на которой стояла. Троцкий так охарактеризовал Ягоду. Очень точен, чрезмерно почтителен, совершенно безличен, худой, с землистым цветом лица, с коротко подстриженными усиками, в вечном френче, он производил впечатление усердного ничтожества. Однако именно этому усердному ничтожеству в 35-м году первому в стране присвоили специальное звание генерального комиссара государственной безопасности, которое было приравнено к воинскому званию маршала Советского Союза. В 36-м году его назначили наркомом внутренних дел, а в 38-м он был расстрелян. Это вот тоже такая характеристика эпохи. Можно быть на самом верху и тут же быть расстрелянным. Обвинили его и в организации так называемых медицинских убийств. И вменяли вину ему и покушение на жизнь Николая Ежова. В судебном заседании Егода дал показания относительно покушения на Ежова. Да, мне было совершенно ясно, что вся деятельность нашей группы, а также право троцкистского блока будет вскрыта. Ежов уже начал разгром кадров и, конечно, мог добраться до центра блока, в частности, до меня. И вот во имя спасения нашей организации мы приняли решение убить Ежова. Отравление производил Буланов. Я некоторые моменты его речи отрицаю, но они не меняют факты, не меняют существа. Вот Генрих Егода, Николай Ежов, которого он хотел убить таким не самым обычным способом, опрыскав стены его кабинета ядом. И Буланов действительно на допросе рассказал о том, как он получил личное распоряжение Егоды приготовить яд, взять ртуть, растворить кислотой. Ну вот он подробно все это рассказывает. О том, как из больших флаконов этого раствора были обрызганы стены кабинета Ежова. В общем, производилось это несколько раз. Это все можно подробно прочитать. А у Солженицына в архипелаге ГУЛАГ есть такая история. Вроде бы, Солженицын рассказывает, что вроде бы в поместье Егоды под Москвой в фейтбанике стояли иконы, специально для того, чтобы Егода с товарищами, раздевшись, стрелял в них из револьверов, и потом, вот проделав это, проведя это мероприятие, они потом шли мыться. И после ареста Егода сказал одному из сотрудников, можешь написать в своем докладе Ежову, что я говорю, наверное, Бог все-таки существует. Что это такое? С удивлением приспросил Слуцкий. Да очень просто. От Сталина я не заслужил ничего, кроме благодарности за верную службу. А от Бога я должен был заслужить самое суровое наказание за то, что тысячу раз нарушал его заповеди. Ну вот теперь посмотри, где я нахожусь, и суди сам, есть Бог или нет. И когда Егода выступал на процессе, он сказал о том, что, да, его спросили, сожалеет ли он о том, что сделал. Он сказал, да, сожалею, очень сожалею, да. О чем же вы сожалеете, шпион и преступник Егода? Очень сожалею, что когда я мог это сделать, я вас всех не расстрелял. Вот это правда жизни, да. И напомню, да, фрагмент поэмы Ахматовой реквием, да, как раз о Ежове. Страшные годы Ежовщины, да, вот эти страшные годы Ежовщины, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. Но проходит всего два года, и приговор выносится уже к Ежову. И вот есть справка о приговоре, о приведении приговора в исполнение. То есть я привожу вот эти документы для того, чтобы мы понимали, что роман... вот я пришла к выводу, что по роману Булгакова вообще можно хорошо, очень хорошо изучать историю. Более реального слова о своем времени, но сказанного в такой гротесково-карнавальной манере, да, вот я не встречала больше нигде такой особенности. Булгаков очень хотел оставить свое слово о времени, о времени очень страшно. Роман совершенно реалистический, да, вот я все время вспоминаю, как мне сказала одна знакомая, она говорит, ну что за роман? Какая-то фантастика, коты по Москве бегают. Я, говорит, фантастику не читаю. Я каждый раз, когда обращаюсь к этому роману, вспоминаю эти слова и думаю, что ничего более реального об этом времени я не читала. Просто надо раскрывать вот все эти отсылки. Еще одна зацепка. В Москве скоро состоится архитекторский съезд, да, и Арчибальд Арчибальдович, директор ресторана Дома писателей, предлагает Коровьеву Булычок и говорит, у архитекторского съезда оторвал, да. Мы можем с точностью установить, когда был этот архитекторский съезд. Он проходил в 1937 году в колонном зале Дома Союзов. Ну и поскольку не все из нас знают Москву, и не все из наших детей знают Москву, мне кажется, вот так интересно показать колонный зал Дома Союзов. Красиво. Вот он, колонный зал Дома Союзов. И вот именно в этом зале приходил архитекторский съезд. Первый раз всесоюзные марки были специально выпущены к этому съезду. А мы с вами переходим к следующим зацепкам. Так, сейчас вот, извините, у нас из-за сбоя нарушилось. Вот уже или еще существует тарксин. Перепутался весь порядок загруженных слайдов, но ничего. Уже или еще существует тарксин. Что такое тарксин? Торговый синдикат или, как говорили, торговля с иностранцами. Вот этот торговый синдикат был создан в январе 1931 года. Правда, не для советских граждан. Как бы не для советских граждан. Объясню, почему я так говорю. Как бы. Да, действительно, в тарксинах можно было приобрести товары только на валюту. Тарксины существовали не очень долго. В январе 1936 года прекратили свое существование. То есть 1931 по 1936 год. А мы с вами видели бегемота и коровьего в тарксине на Смоленском рынке. И мы прекрасно понимаем, что именно после их визита этот тарксин сгорает. Когда появились тарксины, по всей стране были введены карточки на хлебопродукты. Я здесь подробно пишу, кому полагались карточки, кому не полагались. Не полагались они не трудовым элементам, да, торговцам, священникам. Они карточки вообще не получали. Карточек лишили и всех домохозяек моложе 56 лет. Да, нечего тут домохозяйствовать, надо идти на работу. И со временем эти карточки стали распространяться и на мясо, масло, сахар и крупу. И окончательно они укоренились в 1931 году. Какое вот волшебное средство могло исправить вот эту ситуацию? Да, уже после первой пятилетки положение нормализовалось. В 1935 году карточки были отменены. Население стало покупать товары в открытой торговле. И вот тогда вопрос, да, что же это было за волшебное средство? Вот это и были тарксины. Потому что, несмотря на то, что создавались они как бы для иностранцев, советские граждане тоже могли там все покупать, но не за рубли. За драгоценные металлы и за драгоценные камни. Причем это факт, реально исторический факт, что мука продавалась советским гражданам в торксинах в три раза дороже, чем она стоила, когда шла на экспорт. То есть своим в три раза дороже, чем чужим. Еще раз пишу, когда он создан. И вот в Москве было несколько торксинов, показываю разные, к этому торксину мы еще вернемся. И вот надо понимать, что иностранцы это скорее легенда. Но сколько там было этих командировочных иностранцев, чтобы по всей стране создавать эти торксины. Главная задача этого проекта – выкачать остатки драгоценностей, камней, драгоценных металлов из лишенцев. То есть так называли людей, лишенных избирательных прав, из-за их происхождения, из дворян, купцов. Эти люди не получали предовольственные карточки, им не оставалось ничего другого, как нести в торксин драгоценные металлы. И вот у меня есть… Я думаю, что о торксинах подробно вы можете прочитать, вернувшись к этому семинару в записи. Я хочу показать вам диаграмму. Вот так выглядели ордера, которые давали в торксинах, товарный ордер, который люди получали в обмен на золото. В торксине можно было купить все, от конфет до шуб. И посмотрите, год смерти Ленина, 24-й год. Вот это золотой запас России. 400 тонн золота в слитках. В 28-м году еще меньше. А в 40-м году… Видите, какой скачок? 2800 тонн. Тогда встает вопрос, откуда? Откуда? Так вот только за один год торксины добавили в золотой запас России 45 тонн золота. Только за один год. То есть я еще раз повторю, мы будем говорить еще о торксинах, когда будем разбирать сон Николая Ивановича Басова. Но главная задача торксинов – это не торговля с иностранцами. Главная задача торксинов – выкачать из людей остатки золота, чтобы пополнить золотой запас страны. Кто-то говорит, что для индустриализации, кто-то говорит просто для того, чтобы было, чтобы страна могла существовать, зная, что у нее есть резервный фонд. Ну, вот это факт. Помимо этого, система торксина была еще международной платежной системой, и родственники за границей могли перевести своим родным деньги. То есть смотрите, как все было организовано. Я могла написать своим родственникам за границу, они мне могли прислать деньги, везде была реклама, шли эти валюту на торксин. И понятно, что к этому средству прибегали лишь в крайнем случае, кому действительно было все равно. Потому что если ты открыто признаешь, что у тебя за границей есть родственники, то совсем недалеко до того, чтобы считаться врагом народа. Вот шли эти доллары на торксин. Письма с этими фразами беспрепятственно могли покинуть советскую территорию. Торксин продает лучшего качества товары. То есть такое очень интересное явление. Коровьев и Бегемот были именно вот в этом торксине на Смоленской площади. Вот это фото 30-х годов. Только в Москве было 38 подобных заведений, но все-таки Коровьев и Бегемот были именно в том, который на Смоленском рынке. Вот кадр из фильма. И вот тут как раз Коровьев и Бегемот возмущаются. Вот почему товары могут продавать только иностранцы. Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы что ли без него? Приглашали мы его что ли? То есть это такое своеобразная сатира на торксин и на вот это прикрытие торговли с иностранцами. В другом формате вы можете посмотреть полностью эпизод из этого фильма «Коровьев и Бегемот в торксине». Ну и помните, чем заканчивается. Образ торксина обыгрывался в городском фольклоре. По Москве ходили печальные частушки. У лукоморья дуб срубили, золотую цепь в торксин снесли, кота в котлеты изрубили, русалку паспорта лишили, Олешева сослали в Славки. И торксин отметил и Владимир Высоцкий. В его песне «Сдачей драгоценных металлов государству занимается кот». Ученый Сукин сын цепь золотую снес в торксин. На выручку один в магазин. То есть получил ордер от торксина обменный и с ним уже пошел в магазин за продуктами. Вот сейчас выглядит это здание вот таким образом. В 1936 году торксин был упразднен, но гастроном остался. Сейчас он называется «Смоленским гастрономом». Вот он, если будете в Москве. Значит, слева, вот он этот смоленский гастроном, слева идет Новинский бульвар, справа старый Арбат, и вот здесь Смоленская площадь. Я вот мечтаю, когда станет тепло весной, поехать в Москву и походить по всем булгаковским местам. И вот хочу показать, как надо внимательно читать булгаковский текст. Сначала как бы не в тему. Вот в этом доме напротив первого торксина был дом Аненкова. Того самого Аненкова, который стал декабристом, и образ которого прекрасно создан в фильме «Звезда пленительного счастья». Вот именно в этом доме прошло все детство Аненкова. Как вспоминает его жена, дом был громадный даже, француженка Полина Геббель. Дом был громадный, в нем жило до 150 человек. Но вы помните эту историю, которая показана в фильме «Звезда пленительного счастья». Почему я об этом говорю? Почему я об этом говорю? Потому что это здание очень любят изображать художники-иллюстраторы, работающие с романом булгакова «Мастер и Маргарита». Сейчас этот дом, и это, конечно, ошибка. Сейчас я покажу эти иллюстрации. Сейчас этот дом, несмотря на то, что у него был официальный статус архитектурного памятника, уже не существует. Он был разрушен при реконструкции Петровки еще в 1946 году. Сначала на его месте был сквер, а вот сейчас такой торговый центр. Вот иллюстрация к роману «Мастер и Маргарита». Вот это дом Анинкова, и он, а напротив него торксин. Напротив него действительно торксин, но совсем не тот, в котором были коровьи и бегемоты. Поэтому очень внимательно надо читать роман, мне кажется, нашим иллюстраторам. Так, сейчас, секундочку. Червонцы. Вот те червонцы, которые я вам уже показывала. В зале начали падать белые бумажки, и зрители видели самые верные и праведные водяные знаки. Но белые червонцы с водяными знаками выпускались с 1925 по 1936 год. То есть это известный факт. С 1925 по 1936 год были червонцы с водяными знаками. Те червонцы, которые Бортко использовал в фильме, это червонцы, которые существовали до 1925 года. Это червонцы без водяных знаков. Не хочется думать, что это небрежность реквизитора, не хочется. Хочется думать, что это такая нарочитая небрежность, что в этом как раз и проявляется замысел режиссера. Вот нет конкретного года. Роман размазан по целому десятилетию. Но все-таки благодаря всем вот этим зацепкам мы можем для себя провести такую экскурсию в 30-е годы. Значит, вот они червонцы, вот они летят на людей. Вот так выглядели червонцы с водяными знаками. Я даже, видите, нашла сайт «Банкноты России», чтобы посмотреть. Вот эти червонцы, один червонец, который летел, вот это реальный один червонец с водяными знаками, а это тот червонец, который использовал Бортко в фильме. Да, червонец с 22-го года. И это неправда. Вот они такие. Но тоже, может быть, детям нашим будет интересно посмотреть, а какие были деньги, а какие были троллейбусы, допустим, да, в то время. Значит, троллейбусный маршрут. Дядя Берлиоза, который в испуге убегает из нехорошей квартиры, прыгает в троллейбус, и через несколько минут троллейбус уносил уже экономиста-планевика по направлению к Киевскому вокзалу. Но по Арбату троллейбус был пущен в конце 34-го года, но на это мы даже можем не обращать внимания. Почему? Потому что по Садовому кольцу троллейбус стал ходить только в конце 36-го года. И если Поплавский, дядя Берлиоза, оказался в троллейбусе всего через несколько минут после побега из нехорошей квартиры, значит, сел он именно на Садовой улице, то есть в конце 36-го года. Вот Арбатская площадь с троллейбусом. Вот так выглядели троллейбусы в 30-е годы 20-го века. Еще существует мюзик-холл. Еще одна зацепка, да. Только называется он у Булгакова не мюзик-холл, а в РИТЭ. И мы были... Текст романа позволял нам быть и в кабинете римского финдиректора в РИТЭ. И в 36-м году мюзик-холл закрыли под тем предлогом, что это не советский театр. Ну, как раз такое могло бы случиться после сеанса черной магии. Вот так выглядело здание мюзик-холла, которое было построено в 911-м году. И до 26-го года здесь работал цирк братьев Никитиных. Вот это окна как раз кабинета римского. А если бы у нас была возможность заглянуть за угол, да, вот окно, которое выходит на сад, вот как раз через это окно Гелла пугала финдиректора. Вот в мюзик-холле, в реальном мюзик-холле действительно выступали иностранные артисты-гастролеры. И трюки, которые демонстрировал Воланд, ну, может быть, напоминали зрителям фокусы, которые показывал и Мелькио, и другие иллюзионисты. Но в это время шла колоссальная борьба с буржуазным искусством. Сам жанр эстрады считался проявлением буржуазии. И в 37-м году одновременно закрываются мюзик-холлы и в Москве, и в Ленинграде. Не нужны советскому человеку такие вульгарные представления. Значит, мы понимаем, что театр Варите существовал лишь в романе. В действительности в начале века здесь помещался цирк Никитинах, который к моменту написания мастера Маргариты превратился в мюзик-холл. А потом в этом доме разместили такой политически правильный, очень советский театр сатиры. Вокруг самого здания зачем-то построили уродливый бетонный короб. Я вам его сейчас покажу, но чтобы вы не удивлялись, если будете в Москве. Того здания, которое было на предыдущих фотографиях, вы не увидите. Но если перейти на другую сторону улицы, то вы увидите, вот видите, такой бетонный короб, который закрывает здание. Но вот этот купол, который можно увидеть с другой стороны улицы, это вот тот самый купол, с которого на зрителя летели червонцы. Вот, под другим ракурсом. Справа от театра расположен сад Аквариум. Именно там бегемоты Азазелла поколотили в Оренуху. Сад Аквариум считается такой жемчужиной старой Москвы. Действие происходило вот здесь. И последний такой факт, может быть, интересный. В 1934 году в мюзик-холле шел спектакль под куполом цирка, который навсегда внес этот театр в историю советского искусства. И по сюжету этого спектакля снят фильм Александрова «Цирк». Вот это знаменитейший фильм с Любовью Орловой. Сейчас найдем следующие зацепки. Извините, небольшая пауза. Все загружало в порядке. Почему сбилось, не могу понять. Четвертый год один. Сейчас посмотрим. По-моему, это... Так, нет, надо найти. Год пятый. Вот. Надеюсь, что мы ничего не пропустили. Значит, помните, что троллейбус уносил дядю Берлиоза к Киевскому вокзалу. Но Киевский вокзал не всегда назывался Киевским. Он назывался Брянский. Когда-то он назывался Брянский. И Киевским он стал только в 1934 году. Вот сейчас площадь Киевского вокзала выглядит вот таким образом. То есть есть такая разница. И век спустя. Еще одна зацепка. Уже существуют советские паспорта. Тот же дядя Берлиоза показывает бегемоту паспорт. А советские паспорта были введены только в 1932 году. В паспортах образца 1932 года указывалось имя, отчество, фамилия, время и место рождения, национальность, социальное положение, постоянное место жительства и место работы. И сведения о прохождении обязательной военной службы. Ну и документы, на основании которых выдавался этот паспорт. И только с октября 1937 года паспорта стали наклеивать фотографию. Второй экземпляр этой фотографии хранился в милиции по месту выдачи документа. И во избежание подделок были введены специальные чернила для заполнения бланков паспортов, специальная мастика для печатей и штампы по креплению фотографий. И, кстати, стихи о советском паспорте, которые мы знаем у Маяковского, эти стихи 1929 года. И они посвящены заграничному паспорту, который выглядел вот так. А паспорта для советских граждан начали делать только в 1932 году. Еще одна зацепка. Мы видим, что Волан ссылается на номер литературной газеты. Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает. И показывает на портрет Ивана во вчерашнем номере литературной газеты. Но первый номер литературной газеты вышел только в апреле 1929 года. И выглядел вот так. Это первый номер литературной газеты. Еще у нас есть зацепка. У нас есть полнолуние. Мессир дает ежегодно один балл. Он называется весенним баллом полнолуния. Астрономы ведут календарь полнолуний. И полнолуние приходилось на пятницу. Как мы помним, балл был в пятницу. Полнолуние приходилось на пятницу только в 1932 году. Но эта полнолуния нам не очень подходит, потому что тут оно приходится на утро пятницы, а не на вечер. А вот полнолуние 1928 года действительно было практически в ночь с пятницы на субботу. Вот оно, наше полнолуние. Еще одна зацепка, на которую обратил внимание Андрей Кураев. Вот сидит Воланд на террасе, на каменной террасе дома Пашковых. Смотрит, да, вот чтобы вы понимали, смотрит в сторону Кремля. И видит, да, Воланд не отрывая, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких обреченных на слом лачуг. Но откуда там гигантские дома и дворцы, мы понимаем. Рядом с Кремлем, в центре города, на берегу реки. Какие могут быть маленькие обреченные на слом лачуги, когда это всегда в любом городе мира, центр, на берегу реки, это самая дорогая недвижимость, да. Вот сидит Воланд, смотрит, а там маленькие обреченные на слом лачуги, да. Не могу себя отказать в удовольствии, размещаю фотографии дома Пашковых, очень нравится. Не могу выбрать какую-то одну фотографию, поэтому размещаю все. Чтобы вы понимали, вот здесь вот сидит Воланд, смотрит на Кремль. Этот дом и тогда был весьма высок по московским меркам. Не хочу не расстаться с ним. Вот именно здесь, на этой террасе, находится Воланд. И читатель «Не москвич» проходит мимо вот этой строчки про маленькие обреченные на слом лачуги, не замечая ее странности, да. Значит, еще раз повторяю. Центр города, да. Вот вспоминайте вид на Кремль. Этот вид мы все знаем по картинке Первого канала, да. Откуда там могли взяться маленькие обреченные на слом лачуги. Воланд вот здесь, да. И вот здесь у него, вот здесь он видит вот эти обреченные на снос лачуги. Что же это за лачуги? Они тут были, действительно. Они были на месте взорванного храма Христа Спасителя. Храм взорвали в декабре 1931 года. Добивали его еще полтора года. Построен был так, что после первого взрыва устоял, нужен был второй взрыв. Потом еще полтора года разбивали и разгребали эти остатки. Для чего взорвали? Ну, во-первых, потому что храм, во-вторых, потому что на этом месте хотели построить дворец Совета. Да, о дворце Советов сейчас поговорим. Это очень интересная история. А вот в промежутке на месте храма, то есть смотрите, в 1931 взорвали. В 1932 и часть 1933 еще разбирали эти завалы. В 1937 только начали строительство дворца. И вот эти бесхозные несколько лет люди воспользовались этим временем. И на месте разрушенного храма появилась деревня Нахаловка. Почему ее назвали Нахаловкой? Такой самострой. Это домики, которые были построены из каких-то подручных материалов, без всяких разрешений. И вот эта деревня Нахаловка, да, это как раз то, что видит Воланд. Маленькие, обреченные на слом, на снос лачуги. То есть совершенно реальный исторический факт. И плюс еще, да, для людей, знающих историю, это такая очень горькая деталь, потому что, опять же, помните, я вам всегда говорю, что текст Булгакова, да, вот кликни по ссылке, и открывается не то, что второе дно, а третье и пятое. Вот читаем про маленькие, обреченные на снос лачуги, а понимаем, что когда-то здесь стоял храм Христа Спасителя. То есть целый пласт русской истории. Вот он здесь когда-то был, а теперь нет. Но сейчас, слава Богу, опять есть. Так. Идем дальше. Так старалась, полчаса загружала, и все, перепуталась. Вот немного истории про храм Христа Спасителя и строительство Дворца Советов. Вот идея построения храма-памятника была высказана впервые в 812 году, потому что этот храм действительно должен был быть памятником России, памятником ее победе в войне 812 года. И вот эта мысль, она, собственно говоря, состояла в возобновлении древней русской традиции. Строить обетные, да, то есть обещанные храмы, которые возводили в знак благодарения за победу, и для того, чтобы там вечно поминовать погибших. Храм был построен. Есть указ императора Александра Первого о строительстве этого храма, да. Да простоит сей храм многие веки, но, к сожалению, не простоял. Торжественная закладка собора произошла в день 25-летия Бородинского сражения. Ну, я пропускаю, коллеги, эти слайды, я думаю, что вы можете это прочитать без меня. Значит, храм строился 44 года. 44 года. Простоял 48 лет. То есть, когда ты сопоставляешь, что простоял практически столько же, сколько строился, как-то вот особенно обидно. Еще через 63 года, в 94-м году, будет начато строительство нового храма. И через 68 лет после уничтожения этот новый храм Христа Спасителя был сооружен как такая условная внешняя копия своего исторического предшественника. Это фотография разрушения храма в 31-м году. Представляете, вот после первого взрыва практически все устояло. Это очень грустное стихотворение, которое было написано, когда был принят проект сноса храма Христа Спасителя. «Прощай, хранитель русской славы, великолепный храм Христа». Вот. Смотрите. Мрамором, который остался после храма Христа Спасителя, выложены станции метро Кропоткинская «Охотный ряд». А скамейки из этого мрамора украсили станцию Новокузнецкая. Вот мы сейчас посмотрим. Вот можно увидеть. Еще раз. Вот здесь эти скамейки. Кто будет в Москве, прикоснитесь к мрамору, с которого был построен первый храм Христа Спасителя. Вот эти стены, выложенные этим же мрамором. Значит, полтора года потребовалось, чтобы разобрать обломки, которые остались после взрыва. Видите, такой очень характерный лозунг. «Вместо очага дурмана здесь будет дворец». Что же это должен быть за дворец? Дворец Советов. Работа над проектом, которого велась начиная с 30-х годов. Этот дворец должен был стать очередной высоткой, причем самой высокой сталинской высоткой. И должен был стать такой кульминацией всего высотного строительства в СССР и самым высоким зданием мира. Но можете себе представить масштаб. Значит, ну понятно, статуя Ленина на вершине этой башни. И вот можете себе представить масштаб. В голове Ленина планировалось устроить зал для торжественных заседаний. И именно в этом зале планировалось объявить о торжестве, о победе в мировой революции. Кстати, масштаб, если в голове Ленина зал торжественных заседаний. Значит, статуя настолько огромна, что в голове помещался зал заседаний, здание такое трехсотметровое многоярусная башня, которая служит постаментом для этой статуи. При этом рука гигантского Ильича всегда указывает на солнце, и для этого самую большую статую в мире должны вращать огромные электромоторы. Видите, какая была задумка. То есть предполагалось, что из любого места Москвы это здание будет видно. В 1937 году было начато строительство. Вы понимаете уже, почему оно не завершилось. К 1939 году закончилась кладка фундамента. Для строительства дворца была изготовлена специальная марка стали, самая простая. Прочная в СССР в то время. Но началась война. Началась война. Здание пришлось разбирать. Потому что после оккупации немцами Донбасса стальные конструкции дворца Советов были демонтированы, использованы для сооружения мостов на железной дороге. И после окончания войны тоже было не до такой грандиозной стройки. Было решено, естественно, сосредоточиться на восстановлении страны, и этот проект был заморожен. А вот эта станция метро Кропоткинская, которую раньше называли станцией метро Дворец Советов, вообще эта станция планировалась, задумывалась исключительно как подземный вестибюль Дворца Советов. Представляете? Масштаб. А в котловане фундаменты успели построить. В котловане был устроен открытый бассейн Москва. И жители столицы высказывали недовольство, потому что на месте святыни открытый бассейн. Появилась даже такая московская поговорка. Был храм, потом хлам, а теперь срам. Но мы возвращаемся с вами к дому Пашкова. Воланд не случайно оказывается на крыше именно дома Пашкова. И мы говорили о том, что это здание государственной библиотеки. И тут действительно хранятся рукописи Герберта Аврилакского. И, как говорит Воланд, я действенный специалист, который может эти рукописи разобрать. Рукописи действительно хранятся в подвале государственной библиотеки. И мы с вами говорили, что когда Воланд объясняет литераторам... Меня в Москве интересует рукопись Герберта Аврилакского, которая хранится в подвале государственной библиотеки. Если мы избавим эти слова Воланд от такой конкретики, то у нас получится, что Воланда интересует рукопись некого мастера, которая хранится в неком подвале. И тогда как-то все встает на свои места. И вот когда Воланд говорит, я единственный специалист, только я могу разобраться в черной магии. Вот в Москве, когда был храм Христа Спасителя, он существовал как такой светлый полюс. Напротив него черный полюс, подвалы библиотеки, набитые такими книгами, написанными чернокнижниками. Храм взорвали, мир стал однополюсным. И сатана, который раньше, как пел Шаляпин, правит бал, теперь желает править миром. И Борис Гребенщиков, когда ты спросил, ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно. Вот Москва взорвала храм Христа Спасителя. И образовался такой метафорический сквозняк, затянувший в Москву знатного иностранца. То есть визит Воланда не был возможен для Святой Руси. А вот в Советской Руси, в Советской России возможен. И тут эта мысль для Булгакова не новая. Еще в похождениях Чичикова он писал, «В царстве теней шутник сатана открыл двери и двинулась вся ватага на Советскую Русь». Именно на Советскую Русь. Но когда Булгаков начинает работать над романом, храм еще стоит. И в первой редакции романа, в редакции 29-го года, сеанс «Черной магии» датируется 12 июня. А именно 12 июня 29-го года открылся всесоюзный съезд безбожников. То есть когда я говорю, что все даты Булгакова в Черновиках, в окончательной редакции, вот они не случайны, вот правда не случайны, очень интересны. Значит, мы возвращаемся вот к этой идее о деревне Нахаловке, которая могла существовать только с 33-го по 37-й год. Это фотография уже современного храма. Был храм, потом хлам, потом срам, теперь, слава богу, опять храм. И посмотрите, пожалуйста, я сделала такую, не знаю, как ее назвать, это не график, это не диаграммка, не знаю, что это. Вот время существования Соловецкого лагеря. Я здесь собрала все зацепки, на которых мы остановились. Время работы мюзик-холла. В 32-м году вводят паспорта. В 29-м году выходит первый номер литературной газеты. Червонцы с водяными знаками существуют только с 26-го года. Киевский вокзал, 34-й. Время работы Тарксинов, с 31-го по 36-й. Деревня Нахаловка. Троллейбус, который начинает ходить на Садовую. Война в Испании. Егода уже мертв. Он уже появляется на балу Воланда. Съезд архитекторов, это 37-й год. А полнолуние, это вообще 28-й. И вот это извозчики, с которых я начала, и про которых сказала, что количество их в Москве все уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось. И что мы видим? И мы видим, что нет у нас ни одного года, в который все бы эти зацепки вписались и вошли. Но вот их просто нет. Нет такого года. Мы можем сказать, на какие года приходится максимальное количество совпадений. Максимальное. Но определить точно год. И тут я еще напоминаю, что начали мы с 29-го года, потому что 29-й год тоже имеет несколько своих зацепок в романе. Но я думаю, что на самом деле совершенно неважно. Происходило это в 37-м году или в 34-м году. Это, в общем, одна эпоха. Но рассмотреть вот эти совершенно реалистические зацепки мне казалось очень интересным. Потому что это такой экскурс в то время. Но это просто то же самое. Немножко по-другому я их расположила. Мне казалось, что рассмотреть эти зацепки интересно. Есть еще одна зацепка. Я про нее прочитала, когда уже сделала вот эту свою схемку. Вы помните, что Берлиоза кремируют, потому что о его смерти в романе сказано так. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. Вот обыденность кремации это примета уже 30-х годов. В 1927 году в Москве открывается крематорий. В романе о кремации Берлиоза говорится как о чем-то совершенно естественном. Вот мы посмотрели с вами на эти зацепки. Мне казалось, что это интересно. И мне казалось, что это очень хорошее доказательство того, что роман Булгакова очень реалистичен, очень. Мы двигаемся дальше. И мы переносимся с вами на Страстную неделю. Значит, Воланд в ночь субботы на воскресенье перед Пасхой Воланд и его свита должны исчезнуть из Москвы. В среду мы их видим первый раз. Это вот мои основные источники книга Андрея Кураева, книги Татьяны Поздняевой. Они все есть полностью в электронном виде. Я эти ссылочки вам показываю. И напоминаю вам слова Елены Сергеевны Булгаковой. Ничего нельзя понять в Миши и его романе, если хоть на минуту забыть, что он сын профессора богословия. То есть это роман, написанный сыном профессора богословия. Профессора богословия, даже не просто священника. Это роман, написанный человеком, который знает православие не на бытовом уровне, а на уровне очень высоком, на уровне научном. Вот есть ли пасхальная тема в этом романе? Ну, конечно, есть. Упоминаются у нас пряничные башни девичьего монастыря, над которыми пролетает Воланд и его свита. Но самое главное, да, действие романа должно закончиться в субботу вечером. В воскресенье будет Пасха. Почему воскресенье? Вот не могла себя отказать в удовольствии показать вам пряничные башни, как пишет Булгаков девичьего монастыря. Вот они, пряничные башни, очень красивые. Как вычисляется Пасха и почему нам это важно? Берется день весеннего равноденствия. Почему Пасха вот каждый год в разные дни? Потому что изначальной точкой является день весеннего равноденствия. Берется следующее за этим днем полнолуние. И берется следующее воскресенье после этого полнолуния. Вот это и будет Пасха. Почему для нас это важно? Весеннее равноденствие – это момент, когда день начинает становиться больше, чем ночь. То есть это начинает торжествовать свет. Полнолуние – это полнота света даже ночью. То есть опять торжествует свет. И воскресенье – это день света. До сих пор Sunday – день солнца, день света. То есть смотрите, три вот эти составляющие – день весеннего равноденствия, полнолуния и воскресенье. Все вот эти три временные точки, они говорят о победе света. И символика Пасхи – это торжество света над тьмой. Поэтому, конечно, остаться в Москве после субботнего заката ни Воланд, ни его света не могут. Хотя еще в черновиках романа действие разворачивалось в июне и только в окончательном варианте было перенесено на май. И вот эта очень важная мысль – московский роман развивается в совершенно кощунственной параллели с богослужебным календарем. Но это не кощунство Булгакова. А вот так протекает жизнь и действия москвичей. Это их жизнь и действия кощунственные. Мы сегодня их жизнь и действия посмотрим. Мы будем смотреть, что происходит в среду, в четверг, в пятницу, в субботу в богослужебном календаре и в Москве. Страстная седмица или Страстная неделя. Это последняя неделя перед Пасхой. И эту неделю верующие люди посвящают воспоминаниям о последних днях Иисуса Христа, о его страданиях, о распятии, о крестной смерти. Эта неделя особо чтится церквью. И каждый день этой недели считается великим и святым. Когда мы говорим «великий четверг», «великая пятница», каждый день этой недели совершаются специальные службы, и почему Страстная неделя, страсти Христовы, то есть страдания Христовы. И кульминационный момент этих страданий – это распятие. Значит, я напоминаю, что в Великую Среду христиане вспоминают решение Иуды предать своего учителя, вспоминают грешницу, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его таким образом погребению, да, и мы будем говорить о баношке, которая пролила масло. Великий четверг христиане вспоминают тайную вечерю, омовение Христом ног к ученикам, молитву Христа в Гевсиманском саду и предательство Иуды. Великая пятница – это суд, распятие и смерть спасителя. Суббота – погребение, пребывание тела Иисуса во гробе, сошествие его душою во ад и возвещение пребывающим там о победе над смертью. В субботу происходит освящение пасхальной еды и в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Вот это то, что вспоминают христиане в эти дни. Хочу немножко, разместила несколько фотографий, просто, чтобы создать атмосферу Иерусалима. Вот это горница Тайной вечери. Эти колонны украшены пеликанами. Почему пеликанами? Потому что пеликан – символ самопожертвования. Мама пеликан может оторвать от себя мощным клювом кусочки своего тела, чтобы накормить детенышей если больше нечем. И, между прочим, пеликан очень часто используется, изображение пеликана очень часто используется как символ учителя, как символ педагога. Вот у нас в Петербурге над нашим педагогическим университетом имени Герцена такой большой брельеф пеликана и три птенчика. Вот мы такие пеликанчики, заботящиеся о своих детях, о своих учениках. Это здание, в котором находятся горницы Тайной вечери. Это общий вид на Гефсиманский сад, на Илеонскую гору, чтобы мы немножко представляли, где происходили все эти события. Гефсиманский сад, церковь всех наций, построенная уже, естественно, после первого века. Это церковь, вот это камень, на котором молился Иисус Христос. Вот это моление о чаше, именно на этот камень падал его кровавый пот, над этим камнем сейчас построена церковь. Часть камня находится в церкви, часть выходит на улицу. Вот здесь есть такой памятный знак, вот камень моления о чаше. Вот он, этот памятный знак, Иисус Христос молится накануне своего ареста. И вот эти его слова, что «если можно, принеси чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И я вам, когда-то ссылаясь на эти слова, говорила, ну невозможно для Иисуса слова Ешо, «ты бы отпустил меня, Гемон». Это абсолютно противоречит идее христианства, потому что мы знаем о символическом смысле казни Иисуса Христа, поэтому никакого «ты бы отпустил меня, Егемон» этого быть не может. Ну вот это всё, Гефсиманский сад. И хочу обратить ваше внимание на оливы, которые растут в Гефсиманском саду. Я была удивлена, я думаю, не только людям делают ДНК-исследования, представляете, делали ДНК-исследования оливам, которые растут в этом саду. И было доказано, итальянские учёные доказали, что восемь деревьев, которые сейчас растут в Гефсиманском саду, это потомки одного дерева, которое было свидетелем страстей Христовых. Вот это одна из восьми древних олив. Можно почитать с детьми стихотворение Пастернака «Гефсиманский сад», но мы сейчас с вами это делать не будем. Но во всяком случае, эти презентации дают вам такую возможность. Это место, где уснули ученики, когда Господь молился. И сейчас на этом месте православная церковь Марии Магдалины. Это колонна на том месте, где Иуда поцеловал Христа, дав таким образом, показав таким образом стражникам, кто из них Иисус Христос. Такая картина поцелуи Иуды. Иерусалимский храм Воскресения Господня, Воскресение Христова, извините, более известный как храм Гроба Господня. Это тот храм, как раз, где сходит, нисходит благодатный огонь. Помните, что этот храм построен, он построен таким образом, что объединяет сразу несколько значимых мест. Вот Голгофа, в том числе и над Голгофой. Кстати, это Булгаков, который очень точен во всех географических названиях, но единственное название, которое он изменил, он называет Лысая гора. Лысая гора, может быть, ассоциации такого названия исторического нет, но, может быть, это название Лысая гора, Лысая гора, как череп, как отсылка к Голгофу, Голгофе. И я долго думала, надо это делать или не надо, но я все-таки думаю, что надо. Я, наверное, это ужасно звучит, но я изучала технологию распятия, потому что мы все говорим распятие Иисуса Христа, распятие Иисуса Христа, есть масса картин, а как это вообще все проходило? Почему это считалось самой страшной казнью? И когда я это изучила, я поняла, что я, в общем, все мои представления были такими дурными и наивными, я думала, что человек на кресте умирает от потери крови. Я, в общем, совершенно не понимала, но я понимала, что это мучительно, больно и страшно. Поэтому я позволю себе вам об этом рассказать. Почему? Потому что мы должны понимать, вот когда ты это понимаешь, ты совершенно иначе проживаешь срастную неделю, вспоминая о том, что испытывал Иисус Христос. По идейскому закону, человеку, которого будут распинать, давали обезболивающее средство. Значит, скорее всего, это может быть, даже были какие-то наркотические вещи, смешанные с вином. Это средство притупляло боль, облегчало страдания. Дважды предложили Иисусу эту болеутоляющую жидкость. Вот и дважды он отказался, потому что считал, что должен полностью испить ту чашу страданий, которая ему предназначена. К распятию приговаривали самых опасных преступников, обычно тех, кто совершал предательство или участвовал в террористических действиях. Террористические действия местного населения, израильтян против римлян. И вот чтобы запугать народ и остановить мятежи, римляне практиковали распятие. Публичное распятие тех, кто пытался свергнуть правителя, наводило ужас на всех желающих участвовать в будущем в таких мятежах. В этом и заключался смысл публичной казни. И вот когда человека приводили на место казни, горизонтальная перекладина, вертикальная перекладина была вбита в землю, горизонтальная перекладина лежала на земле. Человеку растягивали руки, клали его на перекладину, которую он сам же и нес. И римский воин прибивал жертву к этой перекладине. Я была потрясена, потому что практически все картины, которые изображают распятие, они изображают его, в общем, исторически, извините, технологически неверно. Потому что руки прибиты через ладонь гвоздями. Это невозможно. Они бы сразу оборвались. Я сейчас покажу, куда вбивались эти гвозди. Запястье пробивали. Запястье между вот этими косточками пробивали гвоздями длиной 15-20 сантиметров. После этого перекладину поднимали веревкой и всталяли в выемку на верхушке вертикального столба. И когда эта перекладина рывком входила в эту выемку, казнимого пронзала нестерпимая боль. И от резкого движения выворачивались его руки и запястья. Руки выкручивались от тяжести тела и руки растягивались на 22 сантиметра. То есть невозможно вбить гвозди в ладонь. Гвозди вбивали вот сюда, между двумя косточками запястья. Ноги тоже изображают неправильно. Ноги прибивали не каждую. Их накладывали одна на другую, прибивали длинным гвоздем, между маленькими косточками плюсны. И еще одна ошибка, которая практически на всех картинах. Никакой перекладины под ногами быть не могло. Почему? Распятый человек должен был дышать, естественно. Пока мог, он дышал. Дышать ему было очень тяжело. Он поднимал грудную клетку, чтобы сделать этот глоток воздуха. Ноги должны были быть прибиты очень плотно, чтобы гвоздь не выскочил, когда жертва будет изгибаться, чтобы сделать этот глоток воздуха. И чтобы вздохнуть, казнимый должен был приподниматься. Если бы внизу, под ногами, была эта перекладина, она облегчала бы участь казнимого. И на кресте умирали не от голода и жажды, не от потери крови. На кресте умирали от удушья. Распятый мог дышать, только если он приподнимался на руках. И в какой-то момент он дышать уже не мог. Вот еще раз говорю, что руки у него за это время растягивались на 22 сантиметра. Человек уже не мог приподняться, чтобы сделать вдох. И тогда наступала удушья, инфаркт и остановка сердца. И вот это факт. И знаете, когда я потом даже привожу слайд и показываю вам, когда у меня совпало, я читала про это распятие, про то, как действительно проходила эта казнь. И в это время мне знакомая присылает открыточку, сидят два пупса, пускают мыльные пузыри. И написано с чистым четвергом. Понимаете, у нас какое-то такое бытовое представление, почему я после долгих сомнений все-таки решаю об этом рассказать. И в каких-то гуманных выражениях и детям тоже. Потому что не надо слать друг другу открытки чистый четверг пупсов с мыльными пузырями, потому что мы должны в это время думать не об этом. Если уж мы считаем, что имеем какое-то отношение к этому празднику, то мы должны эту неделю посвятить тому, что мы думаем о том, какие страдания за нас приняты. А думать об этом можно только в том случае, если мы хотя бы на уровне теории это понимаем. Иудейский закон требовал, чтобы человека распинали обнаженным, потому что еще и унижение. И вы помните, как потом римские войны делят между собой одежду Иисуса? Вот это как раз пример ошибки. Вот это удивительно. Я много картин пересмотрела. Везде ошибка. Извините, что я вам это рассказываю, но считаю, что нужно. Это тот камень, на который положили Иисуса. после снятия с креста. И должна вам сказать, что у этого камня, рядом с этим камнем, потрясающая энергетика. Просто потрясающая. Я никогда не думала, что ее так вот можно почувствовать с такой силой. Есть дивное стихотворение Бориса Пастернака на «Страстной». Но это такие общие слова о «Страстной неделе», которые мы должны знать. А сейчас мы переходим уже в конкретные, перебираемся в конкретные дни. И первый наш день – это среда. Что у нас происходит в среду? В богослужебном календаре что происходит в среду? Когда Господь возлежал с учениками по восточному обычаю, как и положено, за трапезой возлежал, одна грешная женщина, побуждаемая любовью, желанием исцелиться от своей душевной проказы, пришла в этот дом с сосудом благовонного мира и возлила его на голову Господа. Припав к его ногам, блудница орошала их слезами, лобызала устами, оттирала своими волосами. Этот высокий поступок кающейся грешницы был оценен только самим спасителем. А ученики осудили ее, а Господь сказал им, что вы смущаете женщину, оставьте ее. Она сделала для меня доброе дело, сделала, что смогла. Возлияв мира с ее на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И действительно, в Великую Среду христиане вспоминают эту женщину везде, где читается Евангелие. И в это время, в это время, книжники и старейшины собираются у первосвященника Каиафы и советуются как бы тайно схватить Иисуса Христа и осудить его на смерть. То есть происходит такое совещание. Сюда же является предатель спасителя Иуда Искариот и обещает предать в их руки учителя и ему с радостью назначают награду в третье серебряников. Вот это богослужебный календарь. Это событие, описанное в Евангелии. Что у нас происходит в московских главах? Значит, здесь Иуда совещается с Синедрионом, как выдать Христа на суд. В московских главах тоже есть свой только атеистический Синедрион. Это Берлиоз и бездомный. И они тоже решают, а как лучше напасть на Христа. Но только орудия уже другие с помощью стихов, карикатур, антирелигиозной поэмы. Здесь женщина изливает мира, то есть благовонное масло на голову Иисуса. В среду голова Берлиоза катится по маслу, пролитому другой женой, то есть женщиной, Аннушкой, на трамвайные пути. Не могу отказать себе в удовольствии. Никакого отношения к теме нашего сегодняшнего семинара не имеет, но хочу рассказать. Вот так мне нравится эта история. Когда Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю», ему сложнее всего далось написание двух персонажей Иисуса и Иуда. Потому что художник старался сделать их воплощением добра и зла. И долго не мог найти подходящие модели. И однажды он увидел в церковном хоре юного певчего, настолько одухотворенного и чистого, что сомнения не оставалось. Вот он, прототип Иисуса. Но, несмотря на то, что образ учителя был написан, Леонардо да Винчи еще долго корректировал его, считая недостаточно совершенно. И у него оставался последний ненаписанный персонаж Иуда. Не мог найти Леонардо да Винчи лица, которое было бы таким воплощением зла. Он часами бродил по самым злачным местам, выискивая среди опустившихся людей модель для написания Иуды. Им понадобилось три года. И вот через три года только повезло. В канаве валялся абсолютно опустившийся тип в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Художник приказал привезти его в мастерскую. Мужчина почти не держался на ногах и совершенно не понимал, куда он попал. Но после того, как образ Иуда был написан, пьяница подошел к картине и сказал, что он ее раньше уже видел. И на недоумение художника человек ответил, что три года назад он был совсем другим, вел правильный образ жизни, пел в церковном хоре. И именно тогда к нему подошел какой-то художник с предложением написать с него Христа. И вот согласно мнению историков, Иисус и Иуда были списаны с одного и того же человека в разные периоды его жизни. Для меня это потрясающе. И это еще раз подчеркивает тот факт, какой зыбкой является граница между добром и злом. И добро и зло идут так близко, что вот эта грань между ними может быть совершенно неощутимой. Мне просто хотелось вам рассказать эту историю. Но в богослужебном календаре у нас происходит тайная вечеря. В романе Булгакова тоже есть собрание. Это собрание литераторов 12 литераторов, которые ждут своего идейного вдохновителя. И такая, конечно, это недвусмысленная пародия на тайную вечерю. Здесь все наоборот. И более того, он не просто не является, он мертв, и вот такая атеистическая тайная вечеря не состоялась. Тут лица такие, вот тут, конечно, Бортко очень хорошо подобрала актеров, такой, в кавычках, интеллект на лицах. Я вам когда-то говорила, что вот это отступление, вечернее заседание Масолита, то есть мы же могли удивиться, почему оно назначено на 10 часов. И вот есть две версии. Одна версия, это то, с чего я начала. Если мы предполагаем, что это может быть 1 мая, ну, могли соединить, да, вот такое праздничное заседание, чтобы потом спуститься в ресторан и коллективом, да, коллективом отпраздновать. Но есть еще одна версия, которая подверждается тоже вот исторической правдой. Сталин, который часто не спал, не спал допоздна и очень любил назначать совещание на позднее время, да, и он привык работать до 3-4 часов утра, вызывал к себе, если было нужно, министров, чиновников, те выдергивали своих заместителей, да, эта цепочка тянулась все дальше, да, и был принят такой режим дня для нас странный, отсидев на рабочем месте первую половину рабочего дня, служащие на несколько часов расходились по домам, вздремнуть после второй ночной частью, да, и в 10 вечера снова загорались окна крупных учреждений, да, к которым относился и выдуманный Булгаковым Массолит, то есть это тоже версия, которая имеет право на существование, да. Что еще у нас происходит в среду? В среду Иванушка бездомный желает догнать консультанта, почему-то решает, да, что он, Иван Николаевич, да, вот вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме номер 13 и обязательно в квартире 47. Почему ему пришла в голову такая мысль, никак в романе не объясняется, да, и вот он попадает в громадную до крайности запущенную переднюю, мы с вами потом будем говорить о быте москвичей, вот это как раз картиночки, зарисовочка для создания той картины, громадная до крайности запущенная передняя, слабо освещенная малюсенькой угольной лампочкой под высоким черным от грязи потолком, на стене сел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, май, май, на полке лежала зимняя шапка и длинные уши свешивались вниз. Иван оказывается в этой квартире, он входит в ванну, видит ванну всю черную в страшных пятнах от сбитой эмали, да, женщина, которая моется в этой ванной, принимает его за какого-то кирюшку, да, и для нас самое интересное что, что в этой квартире запущенной, да, где пыльное годами невытираемое окно, и вот в углу в пыли и в паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела пришпиленная маленькая бумажная. Никому неизвестно, какая тут мысль овладела Иваном, но только прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также бумажную иконку. То есть смотрите, это все происходит в среду. Иван Бездомный, который только что на патриарших прудах уверял, что Бога нет и Канта за его доказательства надо сослать носки, он на самом деле, преследуя консультанта, вот приближается к Богу хотя бы тем, что он присваивает себе свечку и иконку. То есть вот это тоже такое важное событие вот этой среды. И когда Иван потом решает, что он в Москве-реке, вот этот консультант, которого надо догнать в Москве-реке и просит неизвестного бордача покраулить его одежду, то видит, что на месте его одежды остались только полосатые кольцоны, рваная толстовка, как символ поиска истины, вот эта свеча и иконка, которую он присвоил, и коробка спичек. И вот он забирает иконку, свечу, спички и в кольсонах, и в толстовке отправляется к Грибоедову. И вот это действительно интересно. Считая, что преследует консультанта, Иван в действительности вот неосознанно стремится к нему, он как бы крестится в новую веру, обретает дар проповедника, демонстрирует его в ресторане дома Грибоедова, и такое ощущение, что он рвет связи с тем миром, который с утра еще вполне его устраивал. То есть все символично, и эта толстовка, и иконка, пришпиленная на груди, и вот эта горящая свеча, и дом номер 13, в котором Иван забирает эту иконку и свечу, все символично. Вот это среда. Что происходит в четверг? Что происходит в четверг в богослужебном календаре? Вечером идет самая долгая напряженная служба всего года. Это служба 12 Евангелий. Что происходит во время этой службы? Почему она так называется? Служба 12 Евангелий. Читаются фрагменты о страданиях и смерти Иисуса Христа, которые написаны всеми евангелистами. И эти фрагменты разделены на 12 чтений по числу часов ночи. И верующие всю ночь проводят в слушании Евангелий, подобно апостолам, которые сопровождали Иисуса Христа в Гефсиманский сад. Что происходит в московских главах? Основное событие четверга это сеанс черной магии варьете. Здесь я перечислила, какие фрагменты, какие евангельские фрагменты читаются во время этой службы. И во время этой службы 12 раз гасятся и снова зажигаются свечи. И есть очень красивая традиция вот этого дня страстной недели. После службы верующие несут вот этот церковный огонь к себе домой. и этот огонёчек этим огонёчком освещали, вот им рисовали, не знаю, может огнём рисовали, огнём изображали, да, обжигали, такой выжигали крест на дверных косяках, да, вот это именно тем огнём, который приносили из церкви в четверг. И в церкви звучит звучит определенные музыкальные мелодии, вот, например, «Страсти по Матфею». Такая духовная, почему «Страсти»? Я рассказываю о страданиях Иисуса Христа, и я рассказываю музыкой, но делаю это по Евангелию от Матфею, да, вот название «Страсти по Матфею». Вот это духовная оратория Баха. Я в презентации провожу, привожу вот эту музыку, но поверьте, что она вот просто потрясающей силы, эта музыка. И вот есть очень интересный факт. Особая страница в истории христианства принадлежит переписи населения. Эта перепись проходила в 37-м году. До нас чудом сохранились и дошли ее материалы. Они были опубликованы только после перестройки. Чем интересна эта перепись? Там был вопрос об отношении к религии. Этот вопрос был включен в переписной лист по личному указанию Сталина. Граждане сначала должны были определить свое отношение к религии, а если они называли себя верующими, то должны были указать свое вероисповедание. И опрашивалось население в возрасте 16 лет и старше. Смотрите, это перепись 37-го года. У нас вовсю уже говорят о том, что в каждом окне у нас поэтеисту и большинство нашего населения сознательно и давно не верят никаким сказкам о Боге. Это должна была подтвердить перепись. Что получилось? Получилось совершенно наоборот. Вопрос этот вызвал переполох. Почему переполох? То есть это перепись, это не анонимный опрос. Ты сначала называешь свое имя, отчество, фамилию. Если мы вспомним обстановку тех лет, насильственное переселение раскулаченных, нарастающая волна репрессий, официальное отношение к религиозным убеждениям, как к пережитку прошлого в сознании отсталых людей, то мы понимаем, в какое положение были поставлены граждане нашей страны. С одной стороны, они боялись за себя, за своих родных и близких, но с другой стороны, они боялись кары Божьей за отречение от веры. И вот в этих условиях, в условиях неанонимности 57% населения, что составляет в 55 практически с половиной миллионов людей ответили, что они верующие. То есть половина городского населения, три четверти сельского населения сказали, официально признали, что они верующие. И 80% всех верующих назвали себя христианами. То есть три четверти населения сказали, что они православные. И вот можете себе представить, Сталин, который включает в переписной лист такой вопрос, ожидая получить подтверждение того, что у нас в каждом окне паттеисту, получает совсем обратную картину. И эта перепись, которую назвали однодневной переписью, она стала единственной переписью, результаты которой были сразу же объявлены вредительскими и были изъяты. Материалы были засекречены и появились только в 1990 году, практически на наших глазах. Работники, которые проводили эту перепись, были арестованы и наказаны. Неправильные вопросы задавали. О чем говорят такие результаты? Вот когда-то Василий Розанов писал «Русь слиняла в два дня, самая большая в три. Поразительно, что она разом рассыпалась вся до подробности, до частности. Не осталось царства, не осталось церкви». Ну вот получается, что это только метафора, такая авторская метафора, наполненная болью, потому что результаты переписи говорят о том, что несмотря на всю пропаганду, убеждения людей не удалось изменить. Это люди, которые были воспитаны в царско-религиозной России, их религиозные убеждения остались прежними. Удалось сделать другое, удалось разрушить связь между поколениями и удалось вырастить совершенно атеистическую молодежь. Но вот те люди, чьи убеждения сформировались в дореволюционной России, остались этим убеждением верны. Как это показано в романе, какие-то фрагменты мы уже разбирали. Вот приходит буфетчик к Воланду, чтобы решить с господином артистом вопрос о червонцах, превратившихся в фантики. И когда случается что-то странное, что-то необычное, буфетчик первым делом, что сделал буфетчик? Он перекрестился. Кухарка, увидев коней, всадников каких-то странных, она поднимает руку для того, чтобы перекреститься. Ее останавливает только окрика Зазела «Отрежу руку». Вот так ведут себя москвичи в романе Булгакова, а перепись показывает, как думают и что чувствуют эти москвичи, не только москвичи, а вообще советские граждане. И когда-то я вам говорила, что трагедия булгаковского романа в том, что он писался вот для той страны, где был огромный процент верующих людей, где были понятны те знаки и те намеки, о которых писал Булгаков, а выпущен он был, издан он был в конце 60-х годов совсем в другой стране, когда выцерковленных людей практически не осталось. И вот эти авторские намеки на то, что несмотря на всю атеистическую пропаганду, как только люди могут внешне принять правила игры, но как только с людьми случается что-то странное и необычное, то первым делом человек начинает креститься, он обращается к Богу за помощью и защитой. Мы сегодня это еще неоднократно увидим. И вот кто вечер, вот почему я вам рассказывала еще о распятии, кто мог вечер четверга на страстной неделе пойти на сеанс черной магии. Вот кто? Да, люди боялись ходить в церковь, но очень многие помнили вот эти семейные церковные традиции и соблюдали их у себя дома в церковь не ходя. И даже если вам хочется куда-то выйти из дома, то одно дело пойти в консерваторию слушать классическую музыку и другое время, другое дело вечер чистого четверга пойти в рьете на сеанс черной магии. То есть это поступок не просто атеистов, это поступок людей, сознательно решительно порвавших все нити, которые связывали их с христианским прошлом народа и христианским прошлом их семьи. это такие сознательные атеисты, это особая социальная подборка, именно эти люди и становятся жертвами Воланда его свит. Вот именно эти люди оказываются голышом на улице, потому что приличные люди в чистый четверг дома сидят, если уж боятся в церковь идти. В этот самый эмоционально насыщенный вечер пойти не в гости, не в библиотеку, не в обычный театр, а в арьете и на сеанс черной магии, чтобы это сделать, как пишет Кураев, это уже надо было быть совсем, используя современный жаргон отморозком. Это люди, которые давно сняли с себя нательные крестики, смыли с души все следы христианского воспитания и Булгаков показывает, что именно эти люди и оказались беззащитны перед Воландом. Вот еще раз вам напоминаю этот красивый обычай. Я несу от Евангелия страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек, он святой, тихая ночь, но я очень боюсь, что погаснет. Вот так писал Иван Шмелев, и вот это очень много картин посвящено этой красивой традиции, как дети, взрослые, после этой долгой службы несут домой вот этот святой огонь. И Булгаков начинает писать роман всего через 10 лет после декрета об отделении церкви от государства. В 18-м году был этот декрет, в 28-м начинается работа над романом. 10 лет это очень маленький срок для нашего сознания. Мы с вами до сих пор вспоминаем детали жизни в СССР. Вот показывают как раз как этим огонечком выжигают крест на дверной коробке. Поэтому я не могу не возмущаться, когда мы вспоминаем Страстная неделя, когда мы вспоминаем страдания, то есть страсти Иисуса Христа, и вот эти вот, когда нам присылают вот эти вот открытки с чистым четвергом, и вот целая компания. Я считаю, что мы как-то должны детям, я всегда говорю своим ученикам, что у нас светское образование, да, ваша вера это ваше личное дело, но мы обращаемся к библейским текстам, потому что Библия это книга, которая лежит в основе мировой культуры. Невозможно понять большую часть сюжетов картин, если мы не знаем библейских сюжетов. И какие-то вещи надо просто знать, понимать, если ты считаешь себя культурным человеком. И если ты понимаешь, что идет страстная неделя, вот не присылай ничего, вот только вот этого не присылай, потому что это показывает, насколько ты далек от всего того, что происходило на этой неделе в первом веке. Ну невозможно. Я считаю, что надо детям как-то это рассказать и показать. Не надо друг другу слать такие открытки. В православной церкви утром на литургии в страстной четверг вспоминаю тайную вечерю и предательство Иуды. И главные темы четверга это тема смерти и тема Иуды. А что значит тема Иуды? Это тема денег, тема предательства и тема лжи. И я вам сейчас попытаюсь доказать текстом булгаковского романа, что вот эта тема денег, тема предательства и тема лжи, она именно в четверг разворачивается в Москве. Значит, с Иудой связана тема предательства, лжи, грязных денег и вторая тема, которая здесь звучит, это тема смерти. Вот тема Иуды. В московских главах она звучит так пародийно, да, у нас вариация предательства, такая советская вариация предательства это донос. Что мы видим в тексте романа? Мы видим, как Коровьев по телефону сдаёт Никанор Ивановича голосом другого жильца Тимофея Квасцова, говоря о том, что председатель жилтоварищества хранит валюту. Мы видим, как потом уводят самого Квасцова. Мы видим, как финдиректор Римский стремится избавиться от ненавистного Стёпы и отправляет Варенуху в милицию, да, то есть Римский стремится избавиться от директора своего Стёпы Лиходеева и отправляет Варенуху в милицию. И мастер в этот же день ночью в клинике рассказывает Ивану Бездомному о своём знакомстве с Элоизием, да, то есть это ну уже звучит, вот мы понимаем, что это уже такая обыденность стукачества, да, и вот эта тема, денежная тема, да, она проявляется и в денежной фамилии Алоизия Магарыча и в должности римского, он финдиректор, да, финансовый директор. Вот литературный материал, вот, то есть я вам сейчас перечислила, да, какие эпизоды мы посмотрим, да, вот мы их сейчас подробно посмотрим. Вот он литературный материал, когда проклятый переводчик начал плаксиво говорить в трубку, считаю долгом сообщить, что председатель жилтоварищества Никонор Иванович Басой спекулирует валютой, в данный момент в его квартире вентиляции в уборной в газетной бумаге 400 долларов, говорит жилец означенного дома из квартиры номер 11 Тимофей Квасцов, но заклинаю держать втайне моё имя, опасаюсь мести вышеизложенного председателя. Почему Квасцов? Можем предположить, да, вот Квасцы это название таких двойных сернокислых солей, да, употребляются как такое дубище, уничтожающее вещество, и может быть Тимофей Квасцов, мы же потом поймём, что его вот такие звонки это система, вот он тоже как такой, как серная кислота, который всех уничтожает своими звонками, да, я вам напоминаю слова Довлатова, что мы можем бесконечно ругать товарища Сталина, но у меня только один вопрос, а кто написал 4 миллиона доносов? И вот этот самый Тимофей Кондратьевич Квасцов припадал к замочной скважине, да, изнывая от любопытства, пытаясь увидеть, услышать, что же там происходит в квартире председателя, да, через час неизвестный гражданин явился в квартиру номер 11, как раз в то время, когда Тимофей Кондратьевич рассказывал другим жильцам, захлебываясь от удовольствия о том, как замели председателя, но тут этот гражданин пальцем выманил из кухни Тимофея Кондратьевича, что-то ему сказал, и вместе с ним пропал, да, то есть сначала замели председателя, а потом и того, кто об этом с удовольствием рассказывает. Вот финдиректор Римский, который сложил все полученные от Степы телеграммы, да, копию со своей телеграммы, которую он отправлял, да, осторожный оставил копию, вложил все в конверт, заклеил, написал на нем несколько слов и вручил Варенухе, говоря, сейчас же Иван Савельевич лично отвези, пусть там разбирают. Вот это действительно умно, подумал Варенуха и спрятал конверт в портфель. И Римский, да, в голове у Римского сложилась праздничная картина снятия Степы с работы, освобождение, долгожданное освобождение от этого бедствия в виде Степы Лиходеева. А может быть, Степан Богданович добьется чего-нибудь и похуже снятие. А что может быть похуже снятие? Арест. Вот такая милая жизнь москвичей, которые доносят друг на друга, да, и мы очень подробно с вами говорили об Аллаизе, поэтому сейчас я просто напоминаю, что у меня неожиданно завелся друг с таким большим ухом, написавший донос. Вот так начинается четверг. Сейчас посмотрим, как он продолжается. Вторая тема. Мы посмотрели тему донусов. Тема Иуды развивается в Москве. Тема нечистых денег. На эти нечистые деньги соблазняется Никанор Иванович Басой. На такие же дармовые деньги соблазняются, то есть незаработанные нечистые деньги соблазняется вся публика, пришедшая в риете. И мы увидим сон Никанор Ивановича Басова, который связан со сдачей валюты. И вот эта тема «Люди гибнут за металл» вырывается из реального времени и развивается в таком нематериальном пространстве в этом сне. сон, то есть мы видим вот эту тему денег и в реальном пространстве и в нереальном пространстве сна, о котором мы будем говорить подробно. И вот какой литературный материал мы берем, чтобы посмотреть вот эту тему, рассмотреть эту тему нечистых денег. Вот встреча Коровьева и Никанора Ивановича. И в результате этой встречи Коровьев предлагает председателю благодарность. Сначала он предлагает ему сдать площадь Берлиоза иностранцу, но помните этот эпизод, я не останавливаюсь. Назву интересно только одно, что-то томило душу председателя, и все-таки он решил принять это предложение. В жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит. Это к вопросу о честности москвичей. Надо было к осени закупать нефть для парового отопления, на какие шиши неизвестно, а вот сейчас получив интуристовские деньги, можно было вывернуться. Но помимо денег, официальных денег, полученных за современную аренду жилплощади, Никанор Иванович получает еще денежку. как говорит Коровьев благодарность. Он вкладывает в руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел, стал отталкивать ее от себя. Вы обидите, вы его обидите, его иностранца. Никанор Иванович, а это неудобно, вы трудились. Строго преследуется, тихо-притихо прошептал председатель, оглянулся. А где же свидетели? Шепнул в другое ухо Коровьев. Где я вас спрашиваю? И вот тут случилось чудо. Пачка сама вползла к Никанору Ивановичу в портфель. У себя в уборной, запершись на крючок, он прячет эту пачку, убедившись, что в ней 400 рублей, то есть привожу вам данные о средней зарплате, 400 рублей это больше, чем среднемесячная зарплата. Эту пачку Никанор Иванович завернул в обрывок газеты, засунул в вентиляционный ход 400 рублей. Но когда к нему приходят люди с Лубянки, в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленое, с изображением какого-то старика. То есть рубли каким-то чудесным образом превращаются в доллары. Поэтому Николай Иванович говорит страшным голосом подбросили враги. Это бывает соглашаются люди. И Николай Иванович, которого мы потом увидим в клинике Стравинского в комнате 119, помним, что мастер находится в комнате 118. И вот, кстати, когда я вам в прошлый раз говорила, что если бы мастер действительно был признан сумасшедшим, его бы отправили в клинику Стравинского. То есть когда я говорила вам, что я не могу для себя решить вопрос, вот кроме той версии, которую я вам представила, я не могу для себя решить вопрос, почему его отпустили? Ну, почему отпустили? Признали сумасшедшим, но вот Николай Ивановича признали сумасшедшим, так его сами представители системы и отвезли к Стравинскому в клинику, не сам он туда пошел. Так вот, перед клиникой Стравинского Николай Иванович побывал в другом месте, и от другого этого места у него воспоминания осталось мало чего, помнился только письменный стол, шкаф и диван. И посмотрите, как вел себя Николай Иванович в этом другом месте. Бог истины, Бог всемогущий, все видит, а мне туда и дорога, Господь меня наказует за скверну мою. При этом Николай Иванович постоянно крестился, потом он встал на колени и качнулся, раскрывая рот. Желаете, прорычал он, землю буду есть, что не брал, а Коровьев он черт. Николай Иванович призывает окропить помещение, дрожа крестит воздух, мечется к двери и обратно, поет какую-то молитву, несет полную околесицу. Его вывели, поместили в отдельной комнате, где он несколько поутих и только молился и всхлипывал. То есть смотрите, что происходит. Как только советский человек, это показывает Булгаков, сталкивается с чем-то необъяснимым, то весь пропагандируемый атеизм, который якобы присущ каждому советскому гражданину, он куда-то исчезает. И вот тот перелом, который произошел в сознании людей после 1917 года, который власть очень бы хотела признать необратимым, но на самом деле оказывается не таким уж необратимым. После изъятия денег Никонор Иванович не думает, что Коровьев это аферист или фокусник, а он говорит это черт. И за помощью Басуев обращается не к партии, а начинает путанно молиться Богу. И вот этот герой, который с детства слушал рассказы взрослых о Боге, а во взрослом возрасте его вдруг начали убеждать, что Бога нет, и он вроде бы свыкся с этой мыслью, но как только он сталкивается с чем-то неожиданным, никаких других мыслей, кроме того, что это черт, а спасение надо искать у Бога, вот никаких других мыслей нет. Потому что если есть темные силы, есть и светлые. И Николай Иванович ведет себя пусть не вполне корректно, но очень понятно. Но поскольку это все происходит на фоне общепринятого атеизма, то для людей системы он ведет себя совершенно как сумасшедший. Поэтому его и отправляют в психиатрическую клинику. Потому что получается, что если темные силы есть, то есть если признать, что коровьев черт, если темные силы есть, то искусственно насаженная идеология государства неустойчива и неверна. И тут я вам напоминаю, откуда эта логика, что если есть черт, значит есть и Бог. И у нас есть в романе еще вот этот фрагмент, который мы когда-то разбирали. А что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. И я вам показывала вот эту схемочку. Тень может быть только тогда, когда есть свет. Зло, как говорит Воланд, есть только тогда, когда есть добро. Потому что должна быть какая-то точка отсчета. Почему мы считаем, что это зло? Только на фоне добра. И если у нас есть дьявол, то уж точно есть Бог. И доказательство существования дьявола автоматически является доказательством существования Бога. И когда Воланд говорит, поверьте хотя бы в то, что дьявол существует. Поэтому, когда Никанор Иванович говорит о корове фунт черт, если это признать, то следующим шагом надо признавать, что Бог есть. Поэтому, конечно, система признает его сумасшедшим. И у нас есть очень интересный фрагмент, безумно интересный. Это сон Никанора Ивановича, который снится ему с четверга на пятницу. Он оказывается в театральном зале, ну, во сне, в своем сне, он оказывается в театральном зале, где под золоченым потолком сияют хрустальные люстры. Все, вот, да, все так богато, все красиво. И он видит очень много людей. И все почему-то с бородами. Ну, понятно, почему с бородами, они здесь сидят уже очень давно. И вот этих сидящих призывают сдавать валюту, да, и сдавать драгоценности. Да. И вот тоже интересно, сидите, да, артист подошел к будке, потер руки, сидите, обратился он к залу, сидим, сидим. Помните, где мы видели это? Где мы видели такие реплики, да, мастер спрашивает Иванушку, сидите, сидим, да, вот, психушки сидят, почему-то почему-то не лежат как в больнице, да, как мы бы сказали про больницу, а сидят. И вот здесь люди сидят и ведущий концерта объявляет следующий номер программы. Никанор Иванович Басой, председатель домового комитета, заведующий диетической столовой, да, ну-ка, Никанор Иванович, покажите нам пример, издавайте валюту. И Никанор Иванович опять заводит свою песню Богом клянусь, да, и вот откуда же взялись 400 долларов вашей уборной? Подбросила нечистая сила, да, дальше я не привожу полностью этот сон, это вот такое краткое содержание. После этого на сцену выходит некий Сергей Герардович Дунчель, мужчина лет 50, да, который отрицает, что у него есть драгоценности и валюту, но его сдаёт любовница Ида, вот опять тема доноса, да, его сдаёт любовница Ида Геркулановна Ворс, в квартире которой он хранил 18 тысяч долларов и колье в 40 тысяч золотом, да, и этого героя отпускают домой, почему? Потому что тот ад, который устроит ему супруга, будет его самым страшным наказанием, да, и вот на сцену выбегает из зала некий Канавкин, который соглашается сдать тысячу долларов и 20 золотых десяток. Ведущий тут же выпытывает, да, у него опять тема доноса, что его тётка хранит валюту. Узнаём мы из этого сна, что неподалёку есть такой же зал для женщин, а мужчинам повара втаскивают чан с обедом, и посмотрите, какой суп получают эти люди. в жидкости одиноко плавает капустный лист. И охота вам, ребята, эту баланду хлебать, задорно кричат повара. Сдавайте валюту, доезжайте домой, есть нормально. То есть на самом деле можно, конечно, принять этот сон, да, как говорит моя знакомая, за бред и фантастику. Бред не фантастика, абсолютная реальность, да. Вот этот весёлый кошмар Басова имеет перед собой абсолютно реальную подоплёку. В восемнадцатом году пошли повальные конфискации ювелирных вещей и предметов антиквариата, да, и за доставление сведений о местонахождении благородных металлов и изделий из них установлена была в пользу осведомителя премия в размере 5% с общей суммой их стоимости. И люди опять-таки начали друг на друга доносить, да, у кого есть ювелирные вещи, у кого есть что-то дорогое, драгоценное. В двадцатом году выходит постановление Софнаркома об изъятии благородных металлов, денег и разных ценностей, да, то есть сюда уже попадали под конфискацию платиновые, золотые, серебряные монеты. В двадцать девятом году начинается знаменитая золотая лихорадка, да, только лихорадят уже не тех, кто золото ищет, а тех, с кого это золото вытрясают. И особенность этого нового золотого потока в том, что ГПУ, собственно говоря, вот никого ни в чем не винит и готова не посылать никого в ГУЛАГ, но только по праву сильного хочет отнять золото. И вот получается, что у части вот этого людского потока судьба держится в их собственных руках. Если у тебя на самом деле золота нет, то твое положение безвыходно. Тебя будут бить, жечь, пытать и дальше уже все зависит от того, поверят или не поверят. Но если у тебя золото есть, то ты сам определяешь меру той выдержки, меру пытки, меру своей будущей судьбы. Сдаешь все, что есть, продолжаешь жить дальше. Не сдаешь, совершенно другая судьба. И вот 70-летний академик рассказывал, знаете, как это происходило? В маленькую камеру напихивали по человеку, можно было только стоять. Дети кричали родителям, отдайте золото, пусть нас выпустят, мы больше не можем. Известный ленинградский врач после двухдневного пребывания во внутренней терме НКВД пришел домой в сопровождении двух агентов и указал им на закрытую на зиму балконную дверь. Дверь распечатали, взяли замурованную на балконе шкатулку с ценными вещами и ушли. И ранее общительный и даже веселый Борис Иванович после этого стал неузнаваемым. Два дня он молчал, ночью отравился морфием. Его удалось спасти в этот раз, а неделю спустя он бросился вниз с этого балкона. Смерть была мгновенной. И вот человек не мог пережить того унижения, тех, того унижения, которое он пережил во время допросов НКВД. Булгаков точно выбрал вот такую тональность, какой-то как бред трагического карнавала. И место действия, то место действия, которое видит Никанор Иванович в Москве, это вот как раз колонный или октябрьский зал Дома Союзов, который я вам сегодня уже показывала. И в этом колонном зале проводились еще пышные спектакли показательных процессов. И, естественно, торжественные праздники. И особенно широко в 37-м году праздновали, как это ненелепо звучит, 100-летний юбилей смерти Пушкина. И в феврале 37-го года в колонном зале Дома Союзов, где только что прошел грандиозный судебный процесс над троцкистами, состоялось торжественное заседание, посвященное столетию со дня смерти Пушкина. И вот тогдашний литературный генерал Николай Тихонов в докладе своем сказал слова, которые поражают своей дикостью. Любовь Пушкину, как и любовь к наркому внутренних дел Ежову, является формулой любви к товарищу Сталину. И вот как ни странно, да, вот какое упоминание есть, почему я говорю об этом торжественном заседании, потому что пятнадцатая глава, которая рассказывает о сне Никонора Ивановича, это самая пушкинская глава, и это тоже отсылки Булгакова, которые он не мог сделать прямо, да, но посмотрите, восемь упоминаний о Пушкине, это все, что видит Никонор Иванович во сне, да, вот артист Куролесов исполняет отрывок из «Скупого рыцаря» поэта Пушкина, Никонор Иванович не знал произведений поэта Пушкина, но ежедневно произносил фразы вроде «А за квартиру Пушкин платить будет? А лампочку на лестнице стало быть Пушкин вывинтил? А нефть стало быть Пушкин покупать будет?» Поэзия Лепушкина произвела такое впечатление, да, застенчивый голос «Я сдаю валюту!» Пушкином ты меня не удивишь, да, ведь это что же горько говорил Никонор Иванович, пока ему делали укол, нет у меня и нету, пусть Пушкин идет и сдает валюту, но к чему вот эти упоминания, вот глава, в которой очень много раз упоминается Пушкин и упоминается золото, да, тут у нас и золотые трубы, и золотые десятки, и золотой колокольчик, и золотой подносик, и толстая пачка, и бриллиантовое колье, ну, золото или драгоценности, да, вот 18 тысяч долларов и колье в 40 тысяч золотом, да, и она могла обнаружить, обнаружить эти бесценные сокровища, но бесцельные в руках частного лица, то есть, смотрите, такая глава, где много Пушкина, где много упоминаний о золоте и драгоценности, государству нужно золото и драгоценности, и при чем тут Пушкин, а у нас, оказывается, любовь к Пушкину и любовь к Ежову, это показатель любви к товарищу Сталину, вот это все правда жизни, да, вот опять золотой колокольчик, тысяча долларов, 20 золотых десяток сдают, да, вот и груды золота, но про золотой запас России я вам уже говорила, то есть, на самом деле, такие два источника пополнения, да, вот, ну, вы понимаете, надо было как-то, за счет чего был сделан такой скачок, вот два источника пополнения, вы понимаете, сколько было врагов народа, у всех врагов народа после ареста все конфисковывалось, это один источник пополнения, да, но всех невозможно объявить врагами народа, да, надо, чтобы какой-то народ остался, чтобы у него были враги, вот всех объявить невозможно, и как у нас с вами забрать, как снять с наших пальцев, из наших ушек, как снять это золото, которое у нас есть, но государство все-таки не может, действовать вот так же откровенно, как бандит, и вот тут-то и создаются тарксины, и когда нужно купить для детей муки, которая продается только по карточкам, да, ты снимаешь с себя кольцо или сережку, несешь это в тарксин и покупаешь, еще раз повторюсь, в три раза дороже продавало государство своим гражданам муку, чем продавало ее на экспорт, то есть понимаете, насколько искусственно были завышены цены, но зато вот результат, все конфискованное золото, все золото, на которое покупались самые необходимые продукты, зато есть золотой запас России, да, вот в конце 20-х годов уголовная розыска милиции передали все дела валютчиков и держателей ценностей экономическому управлению ГПУ, и под лозунгом борьбы с валютной спекуляцией проходило изъятие валюты и ценности населения, да, в ход шли уговоры, обман, террор, поэтому концерт истязания для валютчиков не был фантазией Булгакова. В 20-е годы ГПУ убеждало евреев-неппанов сдать ценностью с помощью родных им мелодий, которые исполнял приглашенный музыкант, то есть вот это исторический факт, поэтому Булгаков даже ничего не придумал. Были откровенно кровавые методы, например, долларовая парилка или золотые камеры, когда валютчиков держали в тюрьме, пока они не скажут, где спрятаны ценности, или родственники из-за границы не пришлют такой выкуп, деньги спасения. Я везде помещаю ссылки на исторические материалы, откуда я это брала. Были показательные расстрелы для укрывателей валюты и золота. Эти расстрелы были санкционированы по Лютбюро, и они также были вот в арсенале методов и ГПУ. За 30-й год, только за 30-й год, ГПУ сдало Госбанку ценностей на сумму более 10 миллионов золотых рублей, то есть это 8 тонн чистого золота. Ягода докладывал Сталину, что в кассе ГПУ находятся ценности, эквивалентные 12 тоннам золота, это в 32-м году. И таким образом государство получило какие-то крупные сбережения, а уже вот мелкие сбережения, то, про что я говорила, обручальное кольцо на пальце, сережка в ухе, эти нехитрые вещицы были у 160 миллионов жителей страны. Ну как их забрать? Вот Тарксин. Граждане принесли в Тарксин около 100 тонн бытового золота. И это составляло 40% от уровня золота добычи в стране. Только в 33-м году Тарксин сдал 45 тонн чистого золота и 2 тонны серебра. И поэтому получается, что сон Никонора Ивановича, который невнимательный читатель, расценивает как фантастику, как какой-то бред, никакой это не бред и не фантастика. Это самая настоящая реальность, иногда очень страшная. Вот. Так, сейчас, секундочку. И вот у нас конец 15-й главы. Никонора Ивановича полегчала, да, благодаря его выкрикам, да, и он заснул без всяких сновидений, но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер, в тоске заломил руки, глядя на луну, вспоминая горькую, последнюю в жизни осеннюю ночь, полоску света из-под двери в подвале и развившиеся волосы. И вот тревога по балкону прилетела к Ивану, он проснулся и заплакал. Но врач быстро всех успокоил, все заснули. То есть вот это так заканчивается четверг, да, вот это у нас четверг. То есть у нас есть день, четверг-день в Москве, и у нас есть четверг, поздний вечер и ночь, да, и это тоже четверг. Значит, мы посмотрели на тему, как развивается тема доносов, мы посмотрели, как развивается тема нечистых денег, но доносы и нечистые деньги всегда связаны с ложью. Лжет Варенуха, администратор театра Варьете, во лжи улечен конферансье Жорж Бенгальский, за что ему отрывают голову, и полному разоблачению подвергнута тройная жизнь Семплиярова, да, он изменяет не только своей жене, он изменяет и своей любовнице. Вот он, Варенуха, да, который Варенуха брал трубку и лгал в нее, кого Варенуху, его нет, вышел из театра. Конферансье Жорж Бенгальский, да, что же говорит этот человек, а он попросту соврал. Звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник, поздравляю вас, гражданин Саврамши. И когда конферансье говорит, сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как появились, да, и это опять-таки в случае так называемого вранья, бумажки граждане настоящие, этот своими ложными замечаниями портит сеанс, да, то есть вот тема вранья, тема лжи связана еще с конферансье. Ну и Аркадий Аполлонович Семплияров, да, который обманывает супругу, говоря ей, что он на заседании акустической комиссии, да, а сам в это время был в гостях у артистки пока батька, да, и молодая родственница Аполлона, Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась страшным смехом, теперь мне понятно, почему эта бездарность получила роль Луизы, да, и по ее дивной реплике, уж кто-кто, да, когда супруга возмущается, как смеешь ты, негодница, касаться руками Аркадия Аполлоновича, уж кто-кто, ответила она хохоча, уж я-то смею его коснуться, и мы понимаем, какой тройной жизнью живет этот человек, и не случайно тут звучит такой марш, да, его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц, вот этот развязанный марш, который, конечно, имеет отношение к Семплиярову, да, вот эта тема лжи,